Смотрите, то есть так как карма тяжелая сейчас у людей, потому что мы живем неправильно, как мы уже выяснили, мы не отрабатываем карму, копим. И поэтому, смотрите, у женщин есть две категории женщин. Одни из них по-женски развиваются, но не имеют достаточной силы женской. То есть они склонны не слишком сильно работать, то есть у них нет сил, много сил работать. И они склонны быть дома, но у них очень сильная чувствительность по отношению к мужчинам, сильная чувствительность. Это означает, что они очень обидчивы, очень склонны впадать в депрессию, плакать и так далее, обижаться. Ну то есть им тяжело находиться рядом с мужем, выполнять перед ним обязанности, но работать еще тяжелее. Первый вариант. Второй вариант. Женщины, которые... Это, кстати, вариант лучше, чем следующий вариант. Следующий вариант. Эта женщина, у нее уже уменьшена женская энергия в организме, и она очень склонна к деятельности. То есть она склонна работать, склонна развиваться в обществе, активно развиваться в обществе. И ей очень трудно подчиняться мужу, ей трудно создать семью, часто бывает. И таким женщинам попадаются мужчины слабохарактерные обычно. То есть если женщина имеет сильный характер, как ей кажется, что это сильный характер. На самом деле сильный характер у женщины означает, что она очень смиренная, заботливая, верная, добрая, очень опытная в семейной жизни, в личной жизни, склонна к духовности и так далее. Это означает сильный характер у женщин. Как раз вот, когда женщина склонна идти во внешнюю деятельность, то есть она склонна заниматься бизнесом, деятельностью, очень трудно ей делать домашние дела. Она имеет властную природу, то есть она имеет склонность управлять, ну то есть диктовать мужу свои условия отношений, не может терпеть мужской характер. Женщина старается доминировать в отношениях. Это значит, что у нее слабый характер. Это не признак силы в женском характере. Когда женщине кажется в этом случае, что она имеет сильный характер, а мужчина, который рядом с ней находится, имеет слабый характер. Понимаете, женская сила означает, что женщина способна вдохновить мужчину стать сильным. Вот женщина, которая имеет доминирующую силу в отношениях, она больше зарабатывает обычно, лучше развивается в обществе, ей трудно делать что-то по дому, трудно воспитывать детей, и даже по факту трудно рожать детей таким женщинам. И она подавляет мужское начало мужчине. То есть такие женщины не развивают мужчин, они подавляют в них мужское начало, и поэтому в этом нет никакой силы ни для кого. То есть такое состояние психической женщины, оно не способствует развитию отношений. Обычно у таких женщин мужчины очень слабые, часто спиваются, часто сидят дома, не работают и так далее. Причина — это то, что женщина имеет вдохновляющую природу, вдохновляющую силу. А если мужчина... И она должна вдохновлять мужа развиваться. А если мужчина всё-таки начинает развиваться как Личность, и он становится сильным, то тогда наступает такой момент, что у них начинается вот это соревнование, кто сильнее в семье. И оно заканчивается тем, что или семья разрушается, или женщина уступает одной из двух. Потому что если мужчина начинает развивать себя как Личность, то он не позволит женщине понукать собой, чтобы она унижала его, он не позволит этого, будет препятствовать этому всеми своими силами. И в конце концов семья или разрушится, или женщина уступит. Также существуют две тяжёлые кармы у мужчин. Две тяжёлые кармы у мужчин. Первая тяжёлая карма — мужчина развивается по мужскому типу. Он склонен быть сильным, склонен быть деятельным, склонен учиться жить по-мужски, то есть зарабатывать, становиться каким-то активным человеком в обществе. Имеет свою специальность, имеет своё внутреннее развитие. Но есть одна проблема. Проблема заключается в том, что он очень груб по природе. То есть ему очень тяжело правильно обращаться с женщиной. То есть он по природе очень гневливый, грубый, жёсткий по природе. Как вы думаете, какую он жену себе найдёт? Обидчивую, которая склонна сидеть дома. Вот первый вариант, то, что мы говорили. Она будет унижена в отношениях, он будет доминировать, и он будет властвовать, пытаться над ней, она будет страдать. Он тоже, конечно, будет страдать от этого всего, но он будет пытаться очень сильно воздействовать, как-то на неё пытаться сломить её волю. Она будет страдать в этих отношениях. Теперь вы спросите, Олег Геннадьевич, а вообще бывает, что мужчина имеет хороший характер, женщина имеет хороший характер, и у них сразу всё более-менее нормально складывается в жизни? Бывает, но в наше время очень редко. Почему? Потому что сама культура, в которой мы живём, не способствует развитию Личности. Допустим, если бы люди с детства работали над собой, если бы в школе нас учили не математики, физики, химии, а учили... Понимаете, человек до 11 лет, до полового созревания, должен развивать себе характер. Он не должен осваивать слишком много дисциплин. Он должен работать над характером. Он не должен работать... Он не должен, ну, заниматься развитием умственной деятельности, как это требуется от детей. Даже можно видеть, что дети не склонны к этому. В раннем детском возрасте, там, до 9 лет, им вообще очень трудно всё это изучать. Всякие химии, физики, математики. Но они склонны развиваться как Личности. У них есть какая-то склонность пытаться понять, как правильно себя вести, то есть как отношения. Они смотрят на отношения родителей в это время. И дети должны нравственно развиваться до полового созревания. Потому что после полового созревания у ребёнка уже нет возможности развиваться нравственно. Половая энергия настолько сильно начинает действовать на психику, что человек в этом возрасте, если он не окреп до полового созревания, ребёнок не окреп, психически не стал стойким внутренне, то ему очень трудно справиться с половой энергией. И у него начинается вот эта болезнь. Болезнь, которую мы называем болезнью teen age или переходного возраста. Ну, то есть болезнью, в котором девочки худеют, пытаются худеть, ведут себя очень капризно, пытаются быть независимыми от родителей. Они хотят ходить на дискотеки, общаться с мальчиками. Молодые ребята наркотики употребляют или начинают пить с молодого возраста или хотят уже с 13 лет сексом заниматься. Ну, то есть это означает недоразвитость. Понимаете? Недоразвитость. Молодые люди развиваются недоразвитыми нравственно, и поэтому, соответственно, карма обостряется плохая, усугубляется. Характер становится ещё хуже в этом критическом возрасте, он ещё больше портится. Он и так не развивался в детстве, его никто не развивал. А так как начинает половая энергия очень сильно действовать, у ребёнка ещё сильнее он начинает портиться. И поэтому мы по факту, культура, наша цивилизация, она идёт вот к этому усугублению отношений. Когда уже люди вместе, понимаете, когда человек один живёт, ещё как-то это сглаживается. Но когда мужчина и женщина начинают жить вместе, после вот этого вот периода счастья, который длится до трёх лет, начинается весёлая жизнь. Почему? Потому что характер-то не готов к семейной жизни. Человек не способен переносить вот эти трудности все, которые мы описывали, что люди начинают очень глубоко погружаться друг в друга, у них возникает привязанность, они хотят наслаждаться друг другом. А психика мужчины, она, как мы говорили, имеет противоположную природу женской. Женщине очень тяжело это всё терпеть. То же самое мужчине женскую психику тяжело терпеть. Но ситуация вот, допустим, в Латвии в этом плане ещё лучше, чем, допустим, в Швеции. Потому что дальнейшее усугубление кармы мужчины и женщины таково, что женщина настолько становится чувствительной, что она не может уже жить с мужчиной вообще. Она не может переносить мужское начало. Или она, видите, первый вариант женщин, да, она настолько чувствительна, что не может жить с мужчиной. Второй вариант женщин. Она становится настолько, ну, как бы, по мужскому типу развитой, что она не может уже переносить мужчин вообще. Она с ними полностью в конфликте находится. И в результате эти два типа женщин находят друг друга. У них наступает счастливая семейная жизнь в результате. Понимаете? То же самое у мужчин. Один тип мужчин – это мужчины, которые вот грубо себя ведут. Они настолько грубыми становятся, что ни одна женщина с ними уже жить не может. Понимаете? И второй тип мужчин – это мужчины слабохарактерные, которые склонны спиваться, склонны, ну, как бы, не работать, вести такой праздный образ жизни. И чаще всего они находят директивных женщин, жён себе, которые очень активно работают. Эти слабохарактерные мужчины часто сидят дома, готовят, стирают, убирают. Вот. И жена приходит с работы и начинает говорить, ты поесть не приготовил? И так далее. Ну, то есть всё наоборот. Получается. Такая весёлая жизнь. И вот эти два типа мужчин тоже могут встретиться друг с другом в какой-то момент. Усугубление судьбы, когда идёт. И причём это всё, то, что я вам сейчас рассказываю, это всё не является чем-то таким вот… То, что легко исправить, понимаете? Вот я изучал эту тему. Люди реально не могут просто… Женщина не может жить с мужчиной. Просто не может. У неё нет сил. Вот хоть её убей. Понимаете? И поэтому в этих странах, там, в Америке, в Европе, начинают специальные законы для таких людей создавать, которые бы дали им возможность хоть как-то выживать в обществе. Узаканивают вот эти однополые браки. Понимаете? Ну, то есть создают ситуацию, в которой люди могут так жить. Я не помню, где то ли в Швеции, то ли в Швейцарии. Я их путаю немножко. Там есть такая, сейчас даже закон пытаются принять, чтобы детей воспитывать так, чтобы у них не было понятия «он» и «она». А? Где? В Швеции, да. «Он» и «она», то есть закончили «он» и «она», все дружки и… дружки все, короче. Мальчики могут в юбках ходить, девочки в штанах. Вот. Это уже… это не является культурой. Это антикультура по факту. Это антикультура. Но насколько трудно человеку поменять вот это вот и стать настоящим, нормальным, я вам сейчас расскажу на примере одного молодого человека, которого я наблюдал в течение нескольких лет. Он слушал мои лекции и он был вот таким неправильной ориентацией. И он ко мне подошел, сказал об этом, что я хочу нормально жить как человек. Мне надоело уже вот это все. Я говорю, давай будем пытаться работать в этом направлении. И ему несколько лет понадобилось, чтобы просто отказаться от этих отношений. А потом еще пару лет понадобилось, чтобы привыкнуть к мысли, что ему придется с женщиной жить. Понимаете, это не просто на самом деле. Это очень тяжело для таких людей вот поменять это все, потому что так действует судьба. Она очень тяжелая у них. И что касается всех остальных, кто в принципе готов жить с противоположным полом, нормально то есть жить, то все равно большинство людей, мой опыт показывает, что для большинства людей период тяжелой кармы неизбежен в жизни. Он наступает обычно через 3-4 года в совместной жизни. Лучше, если он наступает раньше. Хорошо, если он наступает сразу. Это значит, что пройдет 4-5 лет и он наоборот закончится и будет хорошо уже, хорошая жизнь. Но если он наступает позже, то есть через 4-5 лет, то тогда он будет длиться где-то 6-7 лет. Такой тяжелый период, когда люди чувствуют, что они устали друг от друга, надоели. И причина, знаете, в чем заключается? В том, что веды такую концепцию утверждают, говорят, что на самом деле семейные отношения не могут сами по себе развиваться. Так как отношения мужчины и женщины сотканы из эгоизма, поэтому они портятся. Так же, как продукт, который не лежит в холодильнике, он портится. Понимаете? Портится. Отношения тоже киснут между мужчиной и женщиной. Почему? Потому что у нас в культуре нет возможности их очищать. Точно так же, как мы чистим зубы с утра, мы должны чистить свой ум. Ум чистится во время молитвы. Человек должен молиться. Понимаете? Он должен совершать молитву каждый день и очищать свои отношения со всеми, кого он знает. Я так живу. То есть я вам это рассказываю не понаслышке. Я это делаю каждый день. Я даже прежде, чем прийти сюда на лекцию с утра, я провожу молитву 2 часа обязательно. Хоть я, допустим, вчера мне пришлось сократить сон, но я все равно сегодня с утра совершил свою молитву и очистил отношения даже с теми, кто приходит на лекции. То есть мое внутреннее чувство очистил ко всем, кто находится здесь. Потому что у вас могли быть по отношению ко мне какие-то тяжелые мысли. Может, вам мой нос не понравился или очки. Я не знаю, то есть какая-то причина все равно же есть, что можно плохо подумать о человеке, так? Или вы в интернет там сплетни начитались про меня. Еще что-то. И как бы это так, как у нас с вами близкие отношения, мы устанавливаем очень глубокие отношения. Поэтому я все чувствую и мне надо очиститься от этого для того, чтобы любовь с теми, кто меня слушает, продолжала жить. Понимаете? То есть отношения всегда нужно очищать, потому что есть ошибки в отношениях. Муж с женой тоже они как-то отношения строят, но с утра надо их очищать с помощью молитвы. Допустим, вы получили стресс на работе. У вас испортились отношения. Стресс означает осквернение. Испорченные отношения. Испортились отношения с сотрудниками. Они очищаются с помощью внутренней жизни. Вот смотрите, допустим, у нас испортились отношения. Мы встречаемся с кем-то, я встречаюсь с этим человеком и пытаюсь отношения наладить. Он улыбается, говорит, да-да, я согласен, все хорошо, ну спасибо. Отношения наладились? Как вы думаете? Нет, они не наладились. Внутри у него все равно осадок есть. Все равно плохое чувство. Почему? Потому что они не налаживаются с помощью беседы. Отношения не налаживаются с помощью беседы. Отношения налаживаются с помощью внутренней жизни. А мы даже не понимаем, что это такое часто. Мы даже не понимаем, что такое внутренняя жизнь. Нас не учили. У нас нет этой культуры внутренней жизни. А именно во время внутренней жизни человек устанавливает сердечные отношения с другим человеком. Сердечные отношения устанавливаются. Я проводил анализ среди своих слушателей причин страданий после смерти близкого человека. Ну то есть мы плачем, когда уходит близкий человек. И знаете, какой анализ что показал? Хотите, я вам скажу? Это удивительно. Анализ показал, что люди в основном страдают, потому что они не успели сделать что-то важное для близкого человека. Они страдают, потому что мы еще… Ну, я не успел как бы для тебя что-то сделать в этой жизни. Что наши отношения прошли зря. У кого из вас ушел близкий человек недавно? Есть такие люди? От чего вы страдаете? Вот именно так было, да? Знаете, почему? Потому что, на самом деле, внутренняя жизнь, которую мы должны вести по отношению к близкому человеку, она должна оставить в сердце светлую память о близком человеке. Ну что значит светлая память? Я вот глаза закрываю, вспоминаю близкого человека. Я должен вспоминать его светлой памятью. Самое лучшее о нем должен вспоминать. Мы когда глаза закрываем, мы что вспоминаем? Он меня обижает. Он… Или вообще не можем вспомнить его. То есть нет отношений вообще никаких в сердце. Некоторые говорят, я не могу что-то его вспомнить. Ну, значит, у вас в сердце нет с ним отношений, у вас только в постели есть с ним отношения. Вы не чувствуете человека, не понимаете, значит. Я вспоминаю с обидой, он меня замучил. Значит, отношения портятся, они воняют уже. Почему они воняют? Потому что нет молитвы, очищающей отношения. Отношения не очищаются в беседе. Это поверхностная жизнь, беседа – это поверхностная вещь. Отношения между людьми строятся в основном в сердце. И сами по себе они в основном портятся. Вот с человеком прожил, допустим, пять лет, отношения стали хуже, чем с первого дня. Потом еще хуже, потом еще хуже. Почему? Потому что каждая плохая карма, которая выходит из сердца, откладывает отпечаток чувства неприятные, оставляет от человека. И это чувство растет постепенно. Что делать с этим чувством? Нужна молитва, которая очистит чувства по отношению к человеку. Я очень много об этом говорю на своих лекциях, поэтому сейчас мы будем уже принимать экзамены. Скажите, кто уже это делает, очищает свое чувство по отношению к близкому человеку утром во время молитв? Какой результат? Вы получили светлое вот это чувство к человеку? Уже получил их. А вот мне интересно, с мужем у Вас изменились отношения? Не замужем? Не замужем? Угу. А кто замужем? И так делает? Одни мужчины поднялись замужем. Вот женщина, хорошо, вот Вы, да? Угу. Так? Кардинально все изменилось. Два года Вы делаете это все. Но с мужем улучшились отношения? А Вы выясняли с ним отношения? И они улучшились. Видите? Вот в этом смысл. Смотрите, одни люди молятся и улучшают отношения просто потому, что они молятся, отношения улучшаются. А другие люди постоянно выясняют отношения, пытаются их улучшить с помощью слов. Но это не работает система. Почему? Потому что, когда мы начинаем разговаривать с человеком, его голос, его интонация передают карму, мою же карму. А эта карма мне причиняет боль, и эта боль вызывает во мне, равновесие уходит, и я не могу уже общаться с ним с любовью. Я начинаю свою обиду ему высказывать или еще что-то, и понеслась. Все заканчивается руганью просто, и все. Поэтому, видите, вот этот традиционный способ наладить отношения – садись, поговорим. Ну, поговорили. Ну, допустим, не ругались. Есть правило, как не ругаться. Чтобы поговорить, есть правило. Надо договариваться. Женщине надо объяснить, что она не должна эмоционально говорить. И она должна рассказывать о том, что ей трудно, о своих трудностях. Она не должна говорить, в чем он неправ человек. Она надо говорить, что ей трудно воспринимать. В чем ее трудность, она должна говорить. Она не должна указывать на близкого человека. Она должна говорить о своих трудностях, но без эмоций. Спокойно. Потому что начинаются эмоции, и они вызывают у мужчины перегрузку психическую. Дальше. Мужчина должен говорить без назиданий, просто объяснить свою позицию. Он должен объяснить свою позицию и говорить, в чем у него трудности, не указывая на недостатки жены. Это называется разумная беседа. Понимаете, беседа с позиции разума. Потому что есть эмоциональная беседа, когда они пытаются эмоциями доказать, что я прав, ты не прав. Это вообще никогда не работает система. Но даже в этой разумной беседе, когда мы все объяснили друг другу, отношения не улучшаются. Просто люди проясняют, куда нельзя ходить. Они проясняют, что там нельзя ходить, там снег башка попадет, больно будет. Вот и туда нельзя. Они знают, где им нельзя пересекаться, что будет больно. Они просто как бы более безопасными отношениями делают. Но любви от этого не увеличивается. Любовь увеличивается только в молитве. Вот в этом, когда ты внутреннюю жизнь ведешь по отношению к близким людям. Посидим, помолчим, может все пройдет. Да. Видите? Посидим, помолчим, может все пройдет. Не посидим, повыясняем отношения, может, все пройдет. Посидим, помолчим, может, все пройдет. В реку смотрятся облака, и я тоже в реку смотрю. Вдруг чувствую, как любимая рука берет нежно руку мою. Что с тобой стряслось вдруг опять? Быть может, я в чем виноват? Нельзя же молчать, упрямо молчать, и час, и другой подряд. Понимаете? То есть люди помолчали, помолчали два часа, и начали общаться. Видите, как здорово все оказывается, все просто. Но ведь хочется-то сказать правду. Хочется ее сказать. Вот в этом вся проблема, мои хорошие. Вот он же не знает правду о себе. Но как же он не знает, если ты ему каждый день говоришь об этом? Как же он не знает? Ты его уже задолбал этой правдой уже. Но он не слышал ее? Конечно, не услышит. Потому что когда мы с эмоциями обвиняем человека, у него выключается разум в это время. Человек не может услышать правду о себе, если это делается в обневенительном тоне. Веды говорят, разум не работает в энергетике боли. Когда человеку больно, у него разум выключается. Разум работает, когда человеку хорошо. Когда у него внутри спокойствие, он может понять, чего от него хотят. Но спокойствие означает очень сильно доверительное отношение, очень сильное уважение, очень сильный запас любви. Вот насколько мы можем выяснить отношения? Объясняю. Мы в молитве увеличили запас любви вот настолько. Да? У нас было вот столько, ниже уровня, да? Стало вот столько. Вот теперь, если у нас у обоих доверие друг к другу настолько выше, мы можем ненавязчиво поговорить. В результате этого запас любви уменьшится. Но понимание, чего от меня хотят, увеличится. Но если у людей нет запаса любви, они говорят и делают еще хуже. В результате наступает скандал. Потом некоторые люди, они думают, что человек может другого кого-то понять. Вот, допустим, женщина говорит, ты понимаешь, что я устала уже от этого всего. Устала. Как вы думаете, он понимает? Нет. Почему он не понимает? Во-первых, потому что он не женщина. Это женщина, женщину поймет, мужчина не поймет, у нее другая совсем психика. Во-вторых, он не понимает, потому что, когда человек чем-то наслаждается, он не может понять, что другой в чем-то нуждается. Как был такой яролаж, мультфильм еще давно, там два мальчика стоят, один кушает бутерброд, а в другой смотрит на него. И тот, который смотрит, говорит, если бы у меня был бутерброд, я бы обязательно с тобой поделился. А второй мальчик смотрит, говорит, жалко, что у тебя нет бутерброда. В них по-разному мышление протекает. Когда человек испытывает наслаждение, ему очень трудно понять нужду. Тоже еще анекдот. Два друга встречаются. Один такой разбогатевший, весь полненький такой, другой худой. И он говорит, этот разбогатевший, говорит, ну как ты живешь-то? Тот говорит, да тяжело, говорит, недоедаю. И тот посмотрел на него, говорит, надо себя заставлять. Даже трудно понять, что у человека может не хватать пищи. Не хватает понимания, потому что у него совсем другая жизнь. И когда женщина обижается на то, что мужчина не понимает, что я не могу сейчас улыбаться ему, потому что у меня нет настроения для этого. Мужчина не понимает, потому что мужчина может с помощью своей воли поменять настроение. А женщина не может. Такова разница психических функций. Женщина не может поменять настроение. Вот у нее хорошее настроение, значит хорошее. Плохое, значит плохое. она не может менять настроение она может поддерживать то что есть поднимите женщину руд которые могут менять настроение есть вы можете но вот видите одна из его зала то есть вы можете менять настроение когда вам плохо совсем можете сделать чтобы было хорошо как то вы переводите позитив вот смотрите видите я специально с ней завел этот разговор знаете почему для того чтобы она его запомнила вот когда она будет замужем на так не получится сейчас объясню почему так не получится сейчас объясню почему потому что сейчас вы свою энергию любви направляете на себя саму у вас есть силы понимаете жить поэтому женщина когда она одна она естественным образом расцветает на становится такой вся из себя такая хорошенькая почему потому что она замуж хочет она одна немного энергии женской скопилось некуда девать и как только она увидит мужчину она сразу раз настроение меняется в лучшую сторону само собой но когда женщина замужем и у нее еще здесь дети то вот представьте энергии любви то есть психическое состояние в квартире поддерживает только женщина мужчина не поддерживает этой женской энергии квартира вся состоит только из одной женской энергии это ей надо там поддерживать энергию любви надо выключить все мобильный телефон это важно начать будете мешать вот женщина поддерживает энергию любви всю квартире составлять сколько энергии это надо иметь и когда она уникальность кончилась эта энергия кончилась и тяжело уже стало сразу в квартире что происходит все чувствуют что-то не то и все знают кому обратиться по этому поводу дети начинают маме по арестовать беспокоить муж туда уже подходит в чем дело игроки тебя не трогаю чё ты ко мне пристаешь видите и сил изменить что-то нет потому что женщина когда она живет семье у нее есть муж есть дети она постоянно вот этот тонус наслаждение счастье в отношениях с близкими людьми поддерживает своей силой внутренней психической хотя сама об этом даже не знает это чисто женской функции поэтому мужчина приходит домой что происходит с ним он приходит к жене домой что происходит с ним знаю так раз расслабила да сразу почему расслабляет потому что вот так действует эта энергия любви женская дома она очень сильно женская энергия дома сильно очень дома есть мужская энергия в доме есть вот где люди живут мужчина женщина мужская энергия есть а холодильнике маловероятно что там ваша мужская энергия есть потому что если вы думаете что там ваша энергия есть вы возьмите в холодильнике и переставьте все как-нибудь придете потом там будет опять переставлено назад как было и даже у мужчины есть свой стол как бы на котором он работает он говорит жене ничего не трогать но если ему куда-то уехать да там допустим на пару дней он приезжает там уже все по-другому как надо смотрите в квартире кроватка женскую энергию имеет или кровать как как или такая вся мягенькая такая какая мягенькая в узорчик когда женской энергии шторки с флагами нет нет они такие в узорчиках обои с флагами нет все в узорчик когда все такое вот такое да женская энергия все какая вторая мама когда все ведо говорится 40 40 мужчин могут жить в одной комнате большой никаких проблем никаких проблем потому что мужчина он не метит территорию у него как бы ну нет в природе вот этой склонности отвоевывать свою территорию как привыкает у него есть кусочек для жизни он там живет привыкает к этому но женщина если куда-то поселяется она метит территорию она сама расставляет все на этой территории следит как там стоит не дай бог кто-то переставит но если появляется еще одна женщина ведической культуре считается что есть только одна женщина в доме это старшая женщина все остальные помогают ей ну то есть если мама есть в доме значит она женщина и она приходит и начинает помогать жили отдельно приходит начинает помогать надо с ней договориться чтобы она не помогала но будет война все равно если две женщины живут в одной квартире допустим некоторые умудряются жить на одной кухне до на двух хозяев ну то есть одна одна семья вторая и одна кухня между ними вот это веселая жизнь надо на столе прочертить черту где чья территории иначе будут такие проблемы она будет ставить стакан так другая будет ставить стакан так она будет увеличивать свою территорию другая свою начнутся скандалы обиды и страшно страшно будет очень тяжело почему так потому что женщина отвечает за квартиру у нее энергия заботится о квартире она защитную 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 энергию увеличит в квартире она развешивает различные обереги по квартире то есть она защищает квартиру от всех всех неприятностей такова функция женщины биоприрода такая и это хорошо но по этой причине женщина не может менять настроение она израсходовала все настроение у нее плохой период и она не может уже поддерживать хорошее настроение в квартире пропади все пропадом в это время она не хочет убираться нигде и очень тяжело все делать и мужчина должен понять что батарейки кончились у нее надо и помогать пришел с работы помог немножко ей там как-то она будет благодарен